Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Он убивает людей, даже не касаясь. Он найдет себе новую работу, и это будет продолжаться. Надеюсь, вы меня слышите. Он сейчас заходит. Привет! Одним только своим трейлером заинтересовал меня фильм Добрый Медбрат. Сюжет, исполнитель главных ролей, медицинская тематика, всю располагала к просмотру. Немного смущало лишь то, что это кино выпущено Netflix. Признаюсь, рассчитывал скорее на фильм среднего уровня, но по итогу просмотра остался приятно удивлен. Чтобы избежать смертного приговора, Чарли Каллен признался в 29 убийствах. Считается, что его жертвами стало около 400 человек. Он не объяснил, зачем их убил. Сейчас Чарли Каллен отбывает 18 пожизненных сроков в тюрьме Нью-Джерси. Ему не положено выходить по УДО до 2403 года. Чарли был медбратом 16 лет. В большинстве больниц его подозревали, но никак не останавливали. Добрый медбрат – отличный триллер. Немного камерный, практически большая часть событий происходит в больнице или квартире Эми. Но за два часа ни разу не теряющая ритм. По сюжету кино повествует о том, как полиция убеждает главную героиню помочь им разоплачить ее коллегу, которого они подозревают в массовых убийствах пациентов. Во-первых, сюжет – он действительно интересен. Хоть с самого начала понятно, кто причастен к убийствам, повествование выстроено увлекательно. Начиная с неспешно, к середине фильма набирает обороты и стремительно вводит в яркую кульминацию. «Я никогда не пойму. Я же тебя знаю. Ты же такой добрый и великодушный. Как ты можешь убивать?» Фильм держится на отличных актерских работах Джессики Чейстин и Эдди Рейдмена. Их персонажи прекрасно воплощены в жизнь. Очень легко получается сопереживать Эмми или понять, как Чарли так быстро смог войти к ней в доверие. Джессика Чейстин и Эдди Рейдмена замечательно сыграли в паре. Чувствуется, что проделана большая работа. Их персонажи очень живые и настоящие, и им хочется верить. Про него ходил один слух, что он виноват в чьей-то смерти. Мол, дал лишнего. Чего именно? У одной жертвы в капельнице нашли инсулин. И случай не единичный. На пакетах были следы уколов. Кто-то прокалывал их еще в кладовой. Хочется также упомянуть, что фильм основан на реальных событиях. В этом, с одной стороны, ценность для зрителя. С другой, повод задуматься. Насколько же серьезные проблемы в плане безопасности существуют в системе здравоохранения. Так что фильма и пугает, и увлекает одновременно. Но это так. Реальная жизнь иногда бывает страшнее любого фильма ужасов. Местами были весьма напряженные и переживательные моменты. Причем, изначально главная героиня прониклась этим новым медбратом. Даже доверяла ему своих дочерей. Моя мама умерла в больнице. Я был еще маленьким. Когда я приехал попрощаться с ней, то, во-первых, они потеряли тело. О, нет. Да, с ума сойти. На пару часов. А нашли ее примерно так же. Она была, знаешь, голая, неприкрытая. Просто кошмар. Я долго помнил ее такое. Так о ней и думал. Но и все же можно сделать вывод, что больницы должны были сразу реагировать, а не в тихушку увольнять преступника. Тогда бы удалось избежать огромного количества жертв, число которых до сих пор неизвестно. Добрый медбрат – классический медицинский триллер с простым нацепляющим сюжетом и яркой актерской игрой. Снят в манере добротных фильмов «90 начала нулевых», что очень редко увидишь в нынешнем кинематографе. Эй, заканчивай. Прекращай этот шерк, Чарли. Не могу, 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 не могу. Из разряда таких фильмов, где примерно понимаешь, что будет дальше, но не можешь оторваться от просмотра. Однозначно рекомендую к просмотру. С вами был я, Коллегула. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока.